Сегодня в соответствии с поручением президента России проводим совместно с полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Дмитриевичем Бегловым выездное совещание на Ренмаре. Обсудим дополнительные меры по повышению антитеррористической защищенности объектов и территорий, в том числе объектов топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, находящихся в пределах Северо-Западного федерального округа. Также рассмотрим меры, связанные с обеспечением экологической безопасности и декриминализацией сферы обращения с отходами потребления в субъектах федерации округа. Советы безопасности Российской Федерации уделяют большое внимание экологической безопасности при размещении твердых бытовых отходов и отходов потребления в регионах Северо-Западного федерального округа. Поэтому совещание сегодня было посвящено именно реализации новой схемы размещения отходов потребления на полигонах, которые вступают в свое действие с 1 января 2019 года. Все регионы утвердили схему размещения твердобудовых отходов на территории своих регионов, утвердили региональных операторов и сегодня приступили к улучшению эффективности работы в данном направлении, потому что это не только обязанности регионального оператора, это все-таки сфера полномочий и органов государственной власти, и муниципальных образований, собственников жилья, товарищей собственников жилья. Поэтому, конечно, мы сегодня обсуждали эти вопросы. Наша задача – это снизить экологический ущерб от свалок, особенно несанкционированных свалок. Вологодская область была отмечена в лучшую сторону, потому что мы занимаем второе место в округе по количеству станций по сортировке мусора. Их у нас пять, надо построить еще четыре, чтобы было девять. Но есть и проблемы. Это большое количество несанкционированных свалок, в Вологодской области их более двухсот. И это задача совместная, которую мы должны решить в течение ближайших трех лет. В Вологодской области не должно быть несанкционированных свалок. Все отходы должны размещаться на сертифицированных полигонах твердобытовых отходов. Еще одно поручение полномочного представителя президента было высказано – это организация приема коллективных или индивидуальных обращений граждан по выявленных свалках. Я сегодня доложил о том, что в Вологодской области эта работа организована. Запущен проект «Зеленый регион 35», на который можно обратиться любому жителю Вологодской области и искать о том, где обнаружены несанкционированные свалки, сообщить в органы местного управления, в прокуратуру. Эта работа организована. И поэтому наша задача сейчас выявить, нанести на карту все несанкционированные свалки. И после этого поставить задачу региональным операторам по их уборке и вывозу на те полигоны ТБО, которые утверждены региональной схемой. Поэтому очень большое совещание. Обменялись опытом. Мы готовы к запуску новой программы работы с бытовыми отходами. Надеюсь, что с 1 января все участники процесса будут работать максимально эффективно в этом направлении.